Иоанна Святоустова, служение его в Пресвитерском сане. При рассмотрении пастырской деятельности Иоанна невольно припоминается изречение Божественного пастыря-начальника, который, определяя идеал отношений между пастырями и посомами, в Церкви Божией говорил, что добрый пастырь знает своих овец, и волосы знают его, и слушают голоса его. Много в истории христианской церкви было пастырей, стремившихся осуществить этот образец своей жизни и деятельности. Но самый замечательный пример осуществления его в пределах человеческой возможности представляет именно святой Иоанн Святоуст. Тут мы видим поразительное зрелище того, что сердце народа, так сказать, живо, неразрывной жизнью, жизнью с сердцем пастыря, который всецело посвятил себя благу своих пособок. Между ними становилась такая крепкая связь, такая безграничная любовь, что, по-видимому, не могли существовать ни пастырь без народа, ни народ без пастыря. Достаточно было пастыря под влиянием естественного утомления или болезни приостановить свои беседы или на несколько дней удалиться из города для отдыха и освежения в пустыне, как город становился печальным, как будто его поразило какое-нибудь великое несчастье. Но достаточно было вновь явиться Иоанну, как город вновь оживал. Повсюду раздавались радостные воскресания и будто наступал великий праздник. С другой стороны, теми же чувствами волновался и сам пастырь. Серьезно и глубоко, равно как и святая любовь Иоанна к своей пастыре отнюдь, не походила на то лживое ласкательство честолюбцев и народных трибунов, которые своей лестью объединяли толпу, чтобы легче было подчинить ее игру своего самовластия. Иоанн был чужд всякого подобного ласкательства, умел говорить в глаза своим слушателям горькую правду, но если когда и высказывал к ним любовь, то от всей глубины искреннего сердца. В таком живом взаимообщении со своей пастой Святой Иоанн провел лучшие годы своей жизни. К этому времени относятся все его главнейшие произведения, как собеседовательные, так и полемические. В своих непрерывных беседах он истолковывал не только отдельные места и тексты, но и ценные книги Священного Писания, как Ветхого, так и Нового Завета. И эти толкования составляют главную славу его, как экзегета. Его толкование отличается чудесной ясностью, простотой и жизненностью, так что составляет лучший образец толковательного труда и неиссякаемый источник богословского знания и религиозно-нравственного назидания. Лучшими его толкованиями признаются беседы на Евангелие от Матфея и на послание апостола Павла. Принадлежа к антиохийской школе толковников, ставившей своей задачей противоположность школе Александрийской, истолкование буквально, чуждое всякой таинственности, святой Иоанн Златоуст в этом отношении достиг высшего истолковательного совершенства. Будучи знаком и створением Александрийских толковников, изучив знаменитейшего из них Оригена, он знал то именно среднее положение, которое составляет идеал и сущность православной экзекетики. Шаг за шагом, следя за священным текстом, он излагает его самый естественный, прежде всего дающийся уму, смысл. И сначала выводит из него догматическое учение, а затем указывает и вытекает через него добродетели, смотря на последнее, как на учение в его практическом изложении. И все это излагается чудесной простотой, ясно и чрезвычайно отчетливо. Все у него льется прямо от полноты сердца и направляется к освящению жизни. Своих толкований он не писал и не высиживал в кабинете, а обращался с ними в живой беседе к народу в церкви. Отсюда и та обучивленность и жизненность в каждом его слове, которые глубоко проникали в души слушателей, тот огонь, который поистине способен был зажигать сердца людей. В 395 году скончался император Феодосий. Не заблуждаясь относительно способностей своих сыновей Аркадия и Гонория, Феодосий разделил империю на две части, западную часть отдал под власть. Гонория восточно завещал Аркадий. Действительным правителем обеих с частей стали выдающиеся советворцы на западе полководец в Телефон на востоке Еммур и Евтропий. Когда скончался епископ Нектарий, и Аркадий пребывал в состоянии невешительности и недоумения, Евтропий легко мог убедить его, что лучшей кандидатурой, чем Ситвыган, для столичного града быть не может. Аркадий согласился немедленно области начальнику Востока, Астерию, дано было тайное поручение взять и привезти Иоанна в столицу. Распоряжение его исполнить было нелегко. Антиохийцы ни за что не согласились бы добровольно расстаться со своим возлюбленным пастырем, а всякое насилие повело бы к мятежу. Поэтому было дано распоряжение взять Иоанна в хитрости, что и было сделано. Астерия, который вызвал Иоанна за город, как будто для поклонения мощам святых мучеников, приказал взять его в колесницу, которая и помчалась в Константинополь. Император милостью встретил знаменитого пастыря, и чтобы придать больше торжественности и блеска его хератония, вызвал многих пресвитеров, которые во главе с патриархом Александрийским Феофилом и рукоположили Иоанна 26 февраля 398 года в сад архиепископа Константина Польского. Теперь Иоанн был архиепископ столицы, патриархом царствующего града. Положение у него было весьма высокое, но вместе с тем и трудное. Столицы находили себе приют и опору, всевозможное взаучение, которое быстро прививалось среди легкомысленного, преданного наслаждениям населения и приверженцы которых умели находить себе доступ даже к императорскому двору. Дальше продолжим. ПОТПИШИТСЯ ПОТПИШИТСЯ на спасение Всего уйдет и прославля его. Помилуй, вам Боже, помилуй, я себе, братья, прежде исхода вас плачем горько, я, когда с незами добрыми убежим, тогда слез мучений, ничтоже и мучих полезно. Помилуй, вам Боже, помилуй, тьмами в Христе за вещах покаетесь. И ничтоже и мучение.